Так, ну я тут разогрелся чуть-чуть, скажем так. Вот. Теперь, что касается укладки колонного карбона. В этом случае, именно на этой детали, я буду использовать гибридные ткани, это 15,8 мм. Я их нарезал в шашки, да? Вот. Для того, чтобы мне не делать подложку из 15 мм ленты и тем самым увеличивать в сроке производства вообще колонного карбона, я сделал чуть-чуть другой ход конем. Вот. Я основу закрываю пятнашкой и добавляю текстуры именно 8 мм. Тем самым она максимально будет иметь глубину, вот, и покрывать по площади саму ткань. Я развел чуть-чуть смолы, буквально там 5 грамм. Добавил туда, у кого нет весов, это одну каплю бутонокс 50 м. Вот. Затем я добавил еще туда чуть-чуть парафина, для того, чтобы смола, которая просочилась сквозь ткань, она не была липкой, имела такую матовость. Вот. Имела матовость, чтобы не прилипала. Зачем это надо, я расскажу чуть попозже. А сейчас, ну, просто наблюдаем по технике укладки. Сейчас я все буду делать и показывать. Боевая задача. Мы наносим на небольшой участок детали смолу. Вот просто кисточка. И по площади, по площади. Сейчас побежим сделать. И по площади. Мы работаем пятнашкой. Она в два раза крупнее 8-мм. Соответственно, покрывает большую площадь. Вот. Мы приклеили. Места, где у нас есть пробелы, мы, как вариант, можем 8-мм закрывать. А можем то же самое пятнашкой закрыть. И поверх у нас остается чуть-чуть клеевой смолы. И поверх мы сделаем, продублируем, 8-мм. И очень интересный, глубокий рисунок получается. Если бы мы делали только 8-мм кованый карбон, нам, хочешь не хочешь, пришлось бы делать подложку. Потому что большая вероятность пропустить какие-либо, ну, вот, например, пропустить какие-нибудь элементы, да, и там будет просто чернота. Ну, понятное дело, что это можно как-то при смолении спрятать. Но лучше сразу первым словом закрыть, для того, чтобы поверхность была максимально равномерной. Если она равномерная, то при обточке мы нигде не пробьем ткань. Это тоже, ну, немаловажно. Ну, и работаем по той же схеме. Закрываем площадь пятнашкой, а сверху уже, как бы, антураж 8-мм делаем. Можно даже сразу, наверное, взять пятнахой. А потом сверху просто задекорировать 8-мм. Ну, как бы, как удобно. Как удобно. Я вот пойду, наверное, этим путем. Буду закрывать 15 по площади, по площади 15. Вот. И сверху, сверху затем буду антуражировать 8-мм. Сейчас я ставлю на паузу. Закрою пятнашкой всю площадь. И потом покажу, как я буду 8-мм, ну, скажем так, декорировать. Вот я разбавляю 8-мм нарезкой площадь, которую укрыл до этого 15 мм. Наша задача максимально колка сделать, как горный хрусталь, чтобы играла она. При попадании света максимально был перелив ткани. То есть, под 90-45 градусов, чтобы она была не направлена, а именно под разными углами переливалась. За это ценит кованый карбон. Именно за игру вот света, вот этого вот перелива. И этого добиться особенно ярко можно вот именно комбинирую пятнашкой и 8-мм. Как бы и материала расходуется меньше, потому что мы всю большую площадь перекрыли довольно-таки крупной фракцией. И дополнительная у нас получается глубина, глубина цвета получается очень хорошо. Мы видим однонаправленность волокна и, следовательно, туда мы сразу 8-мм накидываем. И у нас уже идет... Ну, структура меняется. Чем хаотичнее у нас будет разброс на рисунок, тем он будет ярче играть при попадании на него света. Это солнечный свет, либо люминсцентный. Вот такая вот получается зебра. Ну, тут пару штрихов для того, чтобы видео максимально не растягивать. Мне доделать его буквально чуть-чуть осталось, и я буду приступать к следующему.